всем добрый вечер как меня слышно как видно кто-нибудь плюсики поставьте пожалуйста ребята есть кто-нибудь в комнате поставьте плюсики спасибо всем добрый вечер еще раз сегодня у моего партнера к сожалению по техническим причинам не получилось провести вебинар поэтому вебинар сегодня проведу я за моего партнера но уже конечно по своим слайдам меня зовут панамарева оля я директор компании и сегодня у нас с вами тема рекрутирования все мы с вами видим на первом слайде карьерную лестницу я думаю что у вас у всех уже прописаны планы задачи мечты на неделю на каталог на полгода на год дата на первые там пять лет и вы знаете зачем зачем вы рекрутируете то есть рекрутирование это такой навык которому нужно научиться которому нужно привыкнуть до что рекрутирование вам давалось легко чтобы вы не садились с таким настроем что так не опять надо рекрутировать мне надо где-то брать людей не надо что-то опять придумывать изыскивать опять какой-то метод там и так далее да если у вас прописаны ваши мечты то вы садитесь и просто делаете я рассказывала уже много раз как мы начинали вообще с можем рекрутировать да это конечно было вообще смешно то есть мы через все так сказать в общем собрали все шишки и научились и поэтому рекрутинг мне в принципе дается легко но у всех наверно уже замечаете да бизнес идет по такой то в горку то вниз да такая симсоида и поэтому а если например у вас в один каталог вы очень много делали но у вас нет результата и даже нет ни одной регистрации но вы знаете что вы это делали вы не расстраивайтесь все что вы делали в том каталоге все вам в этом каталоге обязательно вернется но если конечно делать ладно в общем что то я с вступление затянула я начинаю тему рекрутирования давайте поговорим кто же такой активный ключевой партнер да то есть когда мы с вами выходим в рекрутинг мы с вами держим фокус на ключевом партнере мы работаем с двумя направлениями да это дисконт и бизнес если мы человеку рассказали все про бизнес он нас выслушал и сказал что мы данный момент мне пока не интересно ваше предложение мы человеку рассказываем про продукты рассказываем пробовал нас рассказываем про нович это наши стратегические линейки о которых нужно рассказывать о которых не нужно молчать но сначала мы конечно же держим наш фокус на активного ключевого партнера кто такой активный ключевой партнер это тот кто делает личный товар наоборот от 150 баллов и больше обычно в первые дни каталога обучается сам и обучает своих людей рекрутирует всегда и везде не ищет никаких отговорок ой а я сейчас там пошла туда-то туда-то я не могу рекрутировать то есть рекрутируем всегда и везде методов по рекрутингу очень много посещаем планерки берем слово берите уже ответственность на себя в этом будет ваша точка роста рекрутируем ведение планерок ведение вебинаров да если вы очень боитесь если вам страшно значит просто берите и делайте мне тоже было страшно мне было очень страшно я пила валерьянку но я все равно ушла это и делала будьте активны в чатах помогайте отвечать на вопросы поддерживайте друг друга берите инициативу на себя будьте всегда позитивны планируйте свой результат обязательно планируйте вначале я уже про это сказала прописывайте себе план обязательно прописывайте план на день на неделю каталог обязательно прописывайте и в конце каталога уже делайте такой анализ да что у вас получилось что у вас не получилось где еще вам нужно в каких моментах себя подтянуть если вы сказали значит вы сделали разбейтесь в лепешку но сделайте ну все поняли да что мы с вами ищем когда выходим на рекрутинг ключевого партнера идите к цели у всех у всех у всех даже у всех топовых лидеров были неудачи никогда не надо расстраиваться всегда помним о своей цели которую вы себе наметили и идем к ней даже если вы соберете очень очень много нет но эти все нет не значит нет в нашем бизнесе нет слова нет есть когда вот если вы будете развиваться если вы будете развивать свой личный бренд ваши друзья ваши подруги они все будут просаливаться они будут за вами наблюдать и обязательно к вам придут делайте результат будьте интересным человеком и никогда не сдавайтесь обязательно меняйте и корректируйте свой подход найдите свой метод рекрутинга метод и прикрытим глого очень много и мы с вами не можем продублицировать нашего наставника вот я например своего наставника не продублицировала потому что мой наставник рос на собеседованиях я не росла на собеседованиях, я росла на переписках. То есть выбирайте свой метод и долбите, долбите, прям вот выжимайте все, чтобы был результат. Позитив. И всегда пишем план минимум на каждый день. Минимум. Даже если вы не можете, план минимум обязательно выполняйте. Важно. Когда мы садимся за рекрутинг, обязательно себя настраиваем. Можно какие-то посмотреть позитивные мотивашечки. Например, с банкета, либо с путешествия, так себя зарядить, посмотреть на чеки топовых лидеров. Это тоже такие же обычные люди, как и мы с вами. Они тоже начинали с нуля. Наш бизнес в старте у всех и у каждого начинается с нуля процентов. Мы никогда не уйдем в минус. Потому что у нас такой уникальный бизнес. Мы можем уйти только в ноль. Обязательно мотивируйте себя и настраивайте, когда садитесь за рекрутинг. Обращайтесь к собеседнику уверенно, с улыбкой на лице. Если вы рассказываете свое бизнес-предвижение голосовым, обязательно, чтобы у вас присутствовала уверенность в голосе, чтобы вы были уверены в компании, обязательно знайте все факты гордости компании, будьте горды за компанию. И это человеку будет все передаваться. Если человек не отвечает на сообщение, то не трогаем его какое-то время. Но он все равно будет за вами следить, будет смотреть, читать ваши посты. И потом можно какое-то ему сообщение написать. Я понимаю, возможно, вам сейчас неинтересно, либо вы не верите, что можно зарабатывать деньги через интернет, вести такой бизнес с помощью сети интернет. В общем, какое-то такое сообщение составить и послать тем людям, которые не отвечают. Я думаю, что таких людей у всех предостаточно. Есть, конечно, шаблоны. Шаблон обязательно пропускайте через свою голову, через свой мозг. Вы его прочитаете, вы его проанализируете и напишите свой ответ. Напишите свой ответ, так как он у вас идет изнутри. Отрабатываем возражения. Никогда, никогда не отпускай человека, не отработав возражения. Да, то есть всегда из возражения вытягиваем вопрос и отрабатываем возражения. Рекрутируем регулярно. Это системные действия. Каждый день, каждый день, каждый день. Саша, пойди пока. Мама сейчас проведет вебинар и придет. Ладно? Давай. Поэтому это системные действия, которые наслаиваются, наслаиваются и потом дают результат. Всем-всем я прям вот в рекрутинге желаю терпения. Мы с вами рекрутируем на теплом и на холодном рынке. Когда вы приходите, вам всегда на стороне говорит, ну что, пойдем работать с тобой на теплый рынок. Дает вам задание прописать список знакомых. Есть масса видео, есть у нас о вертикальном взлете, обучающие видео, как правильно написать список теплых контактов. И опять метод. Либо личная встреча, либо презентация по телефону, либо рекомендацию берем у знакомого и ведем личный бренд. На холодном. Обязательно введение личного бренда в социальных сетях, отправка голосовых сообщений и утепление. Расскажу немножечко про рекрутинг на теплом. Почему надо начинать именно с теплого рынка? Есть доверие. То есть у вас есть какой-то свой круг общения, у вас есть доверие с этими людьми, вы делитесь с ними. В общем, может там где-то какие-то сокровенные разговоры, и вам человек доверяет. То есть вы ему либо звоните, либо назначаете встречу и говорите, Маша, я сейчас начала развиваться о новомодном классном проекте. Ты не подумай. Я не сошла с ума. Я нормальная. Я просто увидела здесь, что здесь реально можно зарабатывать. И в общем, рассказывайте, рассказывайте. И можно потом дать этого еще человека, вашего теплого человечка, например, вышестоящему директору либо вашему наставнику, чтобы он позвонил и еще рассказал. Быстро запускаются в работу. А если он вам сказал нет сегодня, то это да завтра. Даже если кто-то будет приглашать другой, но теплый пойдет к вам, если, конечно, он будет оповещен, что вы в Арифлэе. Вы понимаете, если вы не оповестите свой теплый рынок, сейчас этой сферы деятельности, в общем, сейчас очень много людей развивается в этом направлении. И ваш теплый рынок может позвать кто-то другой из другой команды. Поэтому обязательно зовите всех, всех-всех оповещайте, рассказывайте, и чтобы они знали, что если они захотят развиваться в компании Арифлэм строить серьезный бизнес, то они придут именно к вам, а не к соседу. Вывод. О том, что вы в этом бизнесе должны знать все ваши знакомые. Залог успешного бизнеса – список знакомых. По статистике у каждого есть 250-300 человек знакомых. Важный инструмент в рекрутинге. Это ваш, ваш первый инструмент в рекрутинге. Вот у меня, например, теплый рынок отработан уже очень-очень много раз. Очень. Но я постепенно к нему возвращаюсь. Мне сказали, нет, я, ладно, рассказываю там опять, там они смотрят мои посты, опять какое-то вот, например, мероприятие, бьюти день, да, я сейчас иду по теплым, и всем пишу. И пишу там, например, там, Маша, привет, какие у тебя планы на воскресенье? Я хочу тебя пригласить на классные мероприятия. Она такая, ну, что за мероприятие? Расскажи, я говорю, ну, давай я сейчас тебе фишку покажу, посмотри, и вот наше видео там с предыдущего, например, мероприятия. Она такая, о, давай. А потом такая, ой, так это Арифлэм. Я говорю, да, ты же, говорю, знаешь, что я в Арифлэм развиваюсь. И, в общем, там начинается опять. Вот, но у меня думают, я думаю, что не думают, и на бьюти день у меня тоже придут теплые мои знакомые. Моя сестра, моя сестра двоюродная, я прям вот очень-очень-очень хочу, я давно ее знакомый в бизнес, и я думаю, что это мероприятие будет для нее прям вот таким вот, такой точкой отрывной, да. Ой, что-то меня опять куда-то. Техника приглашения в знакомых. Если вы новичок, используйте опыт наставника. Что вам нужно для успешного старта? Желание зарабатывать, время и опыт. Знакомые, которые тоже хотят зарабатывать, да, то есть вы новичок, у вас есть желание, у вас есть время и опыт вашего наставника. Вам нужно вызвать интерес у знакомого и перенаправить на наставника. Созвон переписка встречи. Чаты тройки. Даже с кандидатами можно чат тройку создавать. Например, с подружкой переписываетесь, вы рассказали ей все про пару, дали видео посмотреть, и сами, например, пока еще не умеете доносить суть бизнеса. Говорите подружке, а давай я сейчас создам со своим наставником чат тройку, она тебе голосовыми сообщениями расскажет все про бизнес. Или давай номер телефона я твой дам, и тебе мой наставник позвонит и расскажет все о сути бизнеса, потому что я еще не так могу, например, донести идею бизнеса, как он. То есть я еще новичок, я всему учусь. То есть вот так вот. Если вы не новичок, используйте свой опыт. Что вам нужно для успешного бизнеса? Продолжать вести свой список знакомых, пополнять его, продвигать обязательно личный грант, продолжать рекрутировать по теплому рынку. Ну там уже, когда вы не новичок, можно совмещать уже теплый рынок и личный грант. Пример оформления странички. Если вы развиваете личный грант, обязательно красивая авторка. Сашенька, давай, давай. Давай, маме. Пробуйте. Сейчас, минуточку у меня тут. Извиняюсь, дети. Пример оформления странички. Обязательно красивая фотография, профессиональная. Если у вас еще пока такой нет фотографии, значит, надо запланировать со своей командой профессиональную фотосессию. Обязательно статус, обязательно информация о себе, обязательно альбомы с фотографиями и один пост в день. Все. Лично бренд готов. Да, то есть просто нужно ему уделять времячика и не забывать писать посты, хотя бы один пост в день. Сейчас немножко расскажу про активный контакт. И что же такое активный контакт? Спам или активный контакт? Да, раньше, когда только пришел на рынок онлайн, был сплошной спам. Да, все спамили, 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 прямо писали, не думали, кому пишут. И из-за этого у людей тоже начал складываться вот такое вот негативное... Ну, такое негативное... А сейчас? А сейчас я появилась? Кто-нибудь плюсики поставьте? Появилась я? Ага, спасибо. И поэтому... Ага, спасибо. Вообще у большой массы людей сложилось, что вот мы тут спамим, 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 да, пишем всем подряд, всем кидаем вот эти вот шаблоны без разбора, да. Активный контакт это когда вы в первую очередь смотрите, кому написать, и вы знаете, что это ваша целевая аудитория. Вот моя целевая аудитория мамы в декрете, многодетные мамы, мамы более двух и трех, четырех детей. Да, это моя целевая аудитория. Я вот тут недавно с девочкой переписывалась, она не моя целевая аудитория, она молодая, ей, наверное, года 22. Ей, наверное, года 22. И она... В общем, я и сделала предложение, она такая, ну, давайте расскажите, мы начали с ней общаться, и она мне прям пишет, ну, Оль, вы же понимаете, что я не ваша целевая аудитория. Я говорю, ну да, я понимаю, я работаю, в принципе, как бы, ну, с мамами, да, но и могу и с молодыми, да, пообщаться и пригласить бизнес, да. Но она мне прямо вот так сказала, что вынимать целевую аудиторию мне с вами неинтересно, понимаете. Вот, поэтому делайте акцент на свою целевую аудиторию и смотрите, кому пишете. Заходите на страничку, изучите ее, посмотрите, что это за человек, какие у него фотографии, какой статус, какая информация, в каком он городе живет, чтобы у вас было за что зацепиться, да, чтобы в первом письме написать персонально сообщение человеку, обращаясь к нему по имени. Маша, добрый день, я вас нашла по такой-то, такой-то группе, мы там с вами там-то, там-то, либо там, Маша, добрый день, мы с вами из одного города, там, ну, вот какую-то точку соприкосновения найти и начать общаться со своим, так сказать, будущим кандидатом в партнеры. Обязательно присоединяйся. Не пишем сразу, ой, хочу вам я предложение сделать, в общем, ну, конечно, это все исходит из, по ситуации, да, но, вот, именно вот по такой вот, по такому алгоритму, да, смотрим, кому написать, персональные сообщения, присоединения, рассказываем про себя, в двух словах, да, там, например, я такая-то, такая-то, и так далее, да, и потом уже мы делаем с вами предложение о бизнесе, не в первом предложении, как я уже сказала, да, вот, например, вот тут вот у меня маленькая, есть скрин, Виктория, добрый день, меня заинтересовала ваша страничка, хотела бы сделать вам интересное предложение, выслушайте, здесь у меня неправильно, потому что я сразу ей пишу, что вы выслушаете мое предложение, да, хотя вот это вот сообщение, оно работает, на него отвечает, она пишет, здравствуйте, давайте, я ей пишу, что я вас нашла там в группе Киров, подсмотрена, там моего сынольку разместили, я вас увидела там, тра-та-та, да, то есть, ну вот как-то я к ней присоединилась, и у нас завязался с ней диагноз, поэтому обязательно, обязательно просматривайте страничку, у вас был это активный присоединенный контакт, да, чтобы было за что зацепиться, и пообщаться с человеком. Так, у меня там слайды, наверное, перескочили, это принципы у меня оформления странички по личному бренду, да, то есть, я уже рассказала, так что перелистываю. Голосовые сообщения ВКонтакте, это реально, в принципе, работающий метод, но не в первых и вторых сообщениях, да, в первых сообщениях мы пишем, присоединяемся, потом делаем предложение, и уже это предложение можно рассказать голосом. Обращение и рассказ голоса снимает барьер недоверия, это не спам, да, то есть, если бы это был спам, то спам голосовое сообщение раскидывать не будет. Чаще отвечают положительно, охотно идут на диалог. Можно работать из телефона, из компьютера, да. сейчас немножечко расскажу про свои каждодневные действия, которые я делаю, вот у меня как раз таки это последний слайд, каждый день добавляю в друзья, каждый день 5 утром, 5 в обед, 5 вечером, отписываюсь от тех, кто меня... Котик, котик, яга, мама, вебинар ведет. Я не слушаю, ты их, у меня, пришли занятия, мальчики. Так, обязательно, ребята, отписываемся от тех, кто вас не добавил в друзья, да, это смотрим восходящие заявки в друзья. Я всегда всех поздравляю с днем рождения. Всегда. Это у меня уже утренний ритуал, да, я захожу с утра в... Ну, беру телефон, захожу в контакты, смотрю, у кого день рождения. Обязательно поздравляю, пишу там, Маша, я все примеры привожу на Маше. Маша, поздравляю вас с днем рождения, там, и пишу что-то от души. Диалоги не менее 10 каждый день. 10 это мало. Это очень-очень мало, но, например, вы отправляете 30 исходящих сообщений, и если у вас из этих 30 заводится 10-15 диалогов, то это очень классно. Это очень классно. Общаюсь в группах по интересам, знакомлюсь с мамочками, оставляю комментарии, делаю, пишу каждый день 3 поста в день. Посты направлены на мою целевую аудиторию, постоянное общение со своим теплым, не приглашая в бизнес, просто общение. Так, и цель – одна регистрация в день. Я, конечно, к этому стремлюсь, но пока что-то у меня в этом каталоге не очень получается, но я делаю, 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 получаю очень много отказа в этом каталоге, но я знаю, что у меня обязательно будет регистрация. Так что все стремимся к одной регистрации в день. Количество действий – это тоже результат. Сначала берем количество, потом придет качество. Это сегодня у нас была тема рекрутирования, не практика рекрутинга, а рекрутирование. Я рассказала немножечко то, что я делаю каждый день, то, на что стоит обратить внимание, информация для новичков, что нужно начинать работать со списком знакомых, слушать своего наставника, всегда следиться за рекрутированием в хорошем настроении, рекрутировать не менее трех часов в день, быть всегда на позитиве и быть всегда благодарным. Благодарным то, что вообще сейчас с вами происходит. Быть благодарными тому человеку, кто вас пригласил в этот бизнес. И я желаю всем успехов, я желаю всем регистрации, я желаю всем ключевых партнеров. Всем большое, ребята, спасибо, кто был на вебинаре. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok